А вот есть ли сейчас какие-то реальные угрозы для режима в России? Угрожает ли ему что-нибудь в полной мере? Потому что понятно, что Россия стерпит все, да? Стерпит любые выходки режима, и того, кто ей пытается разувать глаза на этот режим, она будет ненавидеть все сильнее и сильнее, да? И прочность терпимости, терпилизма такого русских, она экспериментально, научно уже проверена отравлениями оппозиционеров, абсурдными политическими процессами, доведением до самосожжения, пенсионными реформами, ковидными трупами, которыми набиты подвалы, отсутствием медицины, разрухой, уничтожением. То есть вроде бы, вроде бы все эксперименты поставлены, и все сходит с рук, абсолютно все прощается. Любое беспокойство о выборах, например, в ту же самую Государственную Думу, выглядит потешно, потому что все роли, мы это понимаем, заранее распределены, все учтено, вплоть до там довеса и рассадки того, кто должен в эту Думу попасть. И, а что вы улыбаетесь, Оля, вот пока вы хихикали над шуточками Венедиктова или моими, пока вы где-нибудь укращали бабочек на хуторе, в это время люди сидели и денно, и ночно работали, денно и ночно проигрывали, проматывали варианты, при которых бы результаты выборов никогда бы не стали неожиданностью. Вот пока вы улыбались и строили очаровательные глазки... Я улыбаюсь совсем по другому поводу, потому что как раз мы с вами и многие другие не ждут никаких удивительных событий от выборов, тем не менее сейчас прям стараются люди, пишут новые бумаги о том, чтобы запретить это, запретить то, не ходить на улицу вообще, не то что не стоять в пикетах, а очередь пикетную приравнять уже к демонстрации, запретить просвещение в каком бы то ни было виде, иностранными агентами признать всех. Они-то что, нервничают? Они же и будут избираться? Да, совершенно верно. И для этого тоже денно и ночно Элла Памфилова дрессирует избирательные урны, потому что урны должны делать все сами. Я думаю, самые большие дрессировщики и мастера цирка, они поражаются на дрессированные урны Памфиловой. И не случайно ведь Путин с таким откровенным раздражением заговорил о системе выборщиков, об американских выборах. Он действительно не понимает, нафиг нужна непредсказуемая система, и зачем вообще нужна выборная система, где выбирают не его. Это прозвучало наивно, но очень красноречиво. И мы видим, что в общем режиму все комфортно. Более того, режим для себя выяснил, что можно экономить даже на лагерях. Их не надо строить, потому что каждый гражданин России полной благоговейной исторической памяти сам создает для себя лагерек, сам ставит вышку с пулеметом, с НКВДшником. Все это заносит себе в череп и носит это постоянно в себе. И проволокой не надо обматывать, сами обмотаются. Это мечта, а не страна для любого режима. И еще, в общем, могу сказать, ну, Путин предстает, если все это знать, в роли достаточно умеренного пользователя всей той покорностью, которую ему предлагает народ. Так что здесь вроде бы было бояться нечего режиму, при том, что вот погружение в иллюзию все глубже, разрыв с реальностью, он все страшней и он все незаметнее. Вот я тебе сейчас загадочку предложу и вам всем тоже. Вот смотрите, что могло бы сопровождаться такими словами. Вот что могло бы, да? Что бы это могло быть? Открываются кавычки. Конечно, вызывает восторг удаль и выправка казачьих подразделений. Нашему корреспонденту удалось посмотреть, как косым ударом шашки казак атаманской сотни снес наглой скандальной прачки с Васильевского ровно половину черепа. Так держать, ребята. А молодцу наверняка придется сверлить свой архалук для очередного Георгиевского креста. Ни на какие мысли не наводят он, нет? Наши дни. Петербург. Не совсем. Тогда еще. Ну вот смотрите, с этой высокой точкой мы видим, как красиво наводят порядок в городе. Какие убедительные залпы по разнузнанной толпе сделали наши вежливые люди. А вот там слева, там не мешало бы подчистить пулеметиками, потому что ремесленники с Кировской заставы сюда все-таки добрались. Все вызывает восхищение. И осанка офицеров, и беглый огонь. И посмотрите, как ОМОН вдохновенно работает штыками. Ну, у дворников будет много работы, чтобы убрать весь мусор. Я думаю, что так или примерно так федеральные каналы могли бы комментировать кровавое воскресенье. 9 января. И более того, они, безусловно, делали бы это, судя по их реакции на Минск и вообще на все. И судя по тому, как, например, та же самая пропагандонша Симоньян, она прямо вот как духов поднебесный, она заклинала вежливых людей навести порядок в Минске, хотя она обязана понимать, что обозначает это заклинание и этот призыв. Вот то кровавое воскресенье, когда было убито по одним подсчетам 310, а по другим до 800 мирных демонстрантов, гарантированно было бы вот этими пропагандистами сегодняшними, которые имеют огромное влияние на страну. Что бы мы тут ни говорили и как бы мы ни лезли из кожи в воду. Понятно, что они, безусловно, очень хотят обратно либо в СССР, либо в Российскую империю, где ОМОН Николая II действительно мог себе позволить абсолютно не стесняться. Хотя никто ничему не научился, вот мы помним это кровавое воскресенье и помним, что за те трупы, за те слезы над этими убитыми Николай II в результате получил свой подвал в Ипатевском доме. Но вот эту очевиднейшую взаимосвязь уже никто не замечает, она уже задымлена поповскими кадилами, заклеена иконками, офильмована картинами, все закиношено и превращено в такой абсолютно пафос. То есть для режима внутри, вот представьте себе, кстати, заодно представьте, как государственная пропаганда каналов, если бы она была на тот момент в Российской империи, с каким сладострастным чмоканьем освещала бы, например, еврейские погромы или резьбу по армянам, которая была вроде бы сделана руками турок, то есть вроде бы турками, тогда турки были еще достаточно послушны Москве.